я рисую самого детства то есть в детстве это карандаши попадают в руки все это пошло обрисовываться все подряд начиная от бумаги и разрисование разных игрушек и так далее так далее но вот как таково вот образование но не было возможности у родителей водить в школу художественно тем более что ее на тот момент не было рядом вблизи а жили мы в киеве и возить через весь город ребенка достаточно проблематично в школе отправляли на разные олимпиады и так далее так далее но такого сильного увлечения прям вот не больше будут примут заниматься всегда тянула но время шло время шло и вот когда у меня родился ребенок ему исполнилось три месяца и в какой-то момент я поняла что я хочу написать его портрет а я взяла какой-то обычный простой самый дешевый набор красок самый первый мой холст две-три кисточки и это был портрет просто от души полностью буквально за наверное за один раз то есть без всяких подмалевка все она просто легло и с этого момента я поняла что я больше без кисти в руках жить не могу я продолжала учиться пробовать так как я самолучка то и образование в этом не было было очень много проб ошибок разных картин которые сейчас смотришь думаешь боже неужели это я но вот уже прошло четыре года и я вижу свой результат он стал намного больше масштабнее глубже и пришел тот момент когда мне уже хочется говорить через свое творчество для меня это очень много чего значит выйдя из декрета и соответственно я вышла на работу и так совпало что моя должность мое рабочее место оказалось именно в самом городе припять и я помню первый раз когда это приехал это был такой шок вот на самом деле шок потому что когда ты заезжаешь в город и видишь то как природа она просто поглощает все разрушено все это затхлость и вот просто умерший город и я помню что меня настолько сильно колотила трусила и это был какой-то не смесь страха удивление и восхищение что эти эмоции они их невозможно не выразить как-то не перенаправить и мне многие говорили что вот ну ты же художница мол вот тебе простор простор и да на самом деле так и вышло что она у меня вдохновил очень сильно очень сильно вот этот эти эмоции они они сами пошли из меня тем более когда ты работаешь с людьми которые рассказывают что а вот здесь вот был мой дом а вот сюда я водил жену на свидание а вот сюда этом книги в общежитии бегал на встрече и ты слушаешь людей которые там жили и ты не можешь представить что этот город неживой что вот все его уже нет это такой жуткий контраст это сильные эмоциональный стресс вот и он он в какой-то момент должен куда-то вылиться и в моем случае это вылилось в мое творчество все кто видел мои картины я и сначала их выкладывал на просторах интернета и это был огромнейший всплеск потому что это было комментарии от из разряда вау класса до у боже какая жуть у меня моя очень хорошая подруга она мы вместе с ней часто садимся она тоже пишет картины и она как-то высказалась так номер с юмором говорит боже говорит что в твоей больной голове что ты горит и вот так вот все видишь он горит для меня это жуть горит я смотрю на них у меня мурашки по коже и вот я думаю что это сильные эмоции и это хорошо хорошо что они вызывают такие сильные эмоции просто если твои картины никого не цепляют то в них ничего нет не пусты ты когда пишешь ты наполняешь их наполняешь в первую очередь собой своими эмоциями конечно тебе хочется чтобы была какой-то какая-то реакция потому что если реакции не значит ты просто поработал впустую а а Я на самом деле, когда пишу, я настолько глубоко погружаюсь, что если со стороны попытаться даже со мной заговорить, это абсолютно бесполезно, потому что все, я в другом мире. И часто бывает такое, что когда я пишу картины, я, видимо, настолько сильно энергетически вливаюсь во все, что потом приходит такой период, что чувство опустошенности, что ли, потому что ты все отдаешь, и потом как-то ты такой ходишь, потерянный немного. То есть на самом деле это очень много значит для меня. И вот эти ощущения, когда ты пишешь, наверное, в какой-то степени это такой вот как творческий наркотик, назовем это так. Ты не можешь без этого. Это способ говорить, это способ выражаться, это способ жить, это твое внутреннее ощущение, восприятие мира. Это одно из главнейших, наверное, вещей в моей жизни. Это мое личное. Это то, с чем, ну, не знаю, хочется поделиться, но принадлежит только мне. Это какая-то часть меня. как вторая, что ли, личность, какая-то вот, это вот, я не знаю, как оторвать от себя ногу, руку там или еще что-то. То есть ты не можешь от этого избавиться просто или еще, то есть это, это другой мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok